Здравствуйте, дорогие пациенты. Меня зовут Янышевская Елена Владимировна. Я врач-эндокринолог новой больницы. И сегодня мы будем разбирать достаточно важную тему для наших больных и для нас, для докторов. Почему же важно соблюдать рекомендации эндокринолога, когда у вас диабет? И сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характеризующих хронической гипергликемией, повышенным сахаром, которая является результатом нарушения секреции инсулина или обоих этих факторов. И самое главное, что мы должны понять, что при гликемии сахара, именно повинозной, то, что мы чаще всего смотрим у больных свыше 7,1, либо равно 7,1, один или несколько раз, мы уже с точкой устанавливаем диагноз сахарного диабета. Если сахарный диабет, если гликемия у нас ниже 7, но выше целевых показателей, тут у нас есть два варианта – либо это нарушение толерантности к глюкозе, либо это нарушение гликемии натощак. При проведении теста толерантности при гликемии от 7,8 до 11 – это нарушение толерантности. Если сахар крови после нагрузки у нас в порядке, то это просто нарушение гликемии натощак. При измерении сахара крови в любое время и при тесте, и просто свыше 11,1 мы уже с точкой устанавливаем диагноз сахарный диабет. Диабет бывает разный, но это не тема сегодняшней нашей лекции, поэтому мы будем сегодня разговаривать в основном про сахарный диабет второго типа. Но начнем с интересного, с мифов сахарного диабета, с достаточно частых вопросов у меня на приеме. И первое, то, что чаще всего я слышу от своих больных, в основном от мужчин почему-то, когда я устанавливаю сахарный диабет второго типа, они говорят, ну какой у меня диабет, я ничего не чувствую, у меня никаких симптомов нет, что вы мне тут, доктор, говорите. Но в 90% случаев никаких симптомов у наших больных с сахарным диабетом второго типа именно в дебюте заболевания нет. Ну, иногда бывает периодически сухость во рту, иногда учащенное мочеиспускание в ночное время, но не более того. Мы чаще всего выявляем сахарный диабет второго типа достаточно случайно, при проведении диспансеризации, профосмотров, либо при диагностике какого-то другого заболевания. Так, второй миф. Сахарный диабет может развиваться, если есть много сладкого. Ну, и да, и нет. Ну, если брать сахарный диабет первого типа, когда у нас вырабатываются антитела против бета-клеток в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин, здесь, конечно, никаком сладком быть не может. Это именно следственная генетическая предрасположенность к этому должна быть, и тут точно нет. Со вторым типом опосредованно... То есть сладкое – это высококалорийная пища, которая может привести к лишней массе, к ожирению. А это один из факторов риска появления сахарного диабета второго типа. Поэтому, ну, как-то двойственно. Если уровень сахара крови натощак в норме, значит, диабета нет. Ну, не факт. Не факт тоже очень достаточно такой скользкий миф, потому что изначально, когда у нас начинается диабет, сахар повышается у нас постпрандиально. Такое красивое слово. Ну, если по-человеческому, это после еды. И только уже потом, с течением времени, сахар у нас появляется повышение натощак. Поэтому здесь, да, если у вас есть факторы риска, то есть если есть наследственность, если есть лишние массы тела, если вам больше 45 лет, то лучше проверить, сделать тест эллиантности глюкозы, либо гликированный гемоглогин. Инсулин вызывает зависимость, привыкание. Ну, да. Кстати, это очень такое частое тоже явление в моем кабинете, когда пациенты говорят, я не буду ставить себе инсулин, я потом на него подсяду, никогда не слезу. Но это тоже неправда. Абсолютно. То есть инсулин мы можем назначать, когда в этом есть потребность. Например, нам нужно сделать операцию. У нас какое-то... Господи, мы в рецидив хронического заболевания, при котором у нас нельзя употреблять пероральные сахароснижающие препараты. То есть после операции, после наступления ремиссии нашего заболевания, мы спокойно можем перейти на пероральные таблетированные препараты. Ничего в этом страшного нет, никакого привыкания и зависимости не возникает. И мое любимое, успех лечения сахарного диабета полностью зависит от врача. Нет. Нет, к сожалению, нет. Какой бы прекрасный доктор ни был, все зависит от вас. Ну, не все, но в 80% случаев. Мы можем много чего вам рассказать, показать, назначить прекрасные препараты, но все-таки зависит успех от вашего поведения, от того, что вы кушаете, как вы кушаете, как вы двигаетесь. То есть мы не можем круглосуточно находиться с вами рядом и контролировать, что вы едите. И какой бы прекрасный препарат мы ни назначали вам, диета в основе всего. Поэтому вот такие интересные мифы сахарного диабета. И моя любимая фраза. Не так страшен сахарный диабет, как его последствия. То есть мы по-другому еще называем сахарный диабет сладкой болезнью. И не только потому, что у нас сладкая кровь или сладкая моча, как раньше у нас выявляли в старину сахарный диабет, но и потому, что никак он не проявляется. Особенно в дебюте заболевания мы ничего не чувствуем. То есть мы привыкли к тому, что когда мы болеем, у нас что-то болит, у нас повышается температура, у нас болит голова, у нас болит живот. Но при сахарном диабете, когда у нас повышается сахар, у нас ничего не болит, нас ничего не беспокоит в основе всего. Даже если какие-то есть признаки сахарного диабета, они не вызывают какую-то потребность сразу же бежать к врачу. Поэтому да. И сегодня мы будем разговаривать именно об осложнениях сахарного диабета, о чем же всё-таки страшен нам диабет и почему же нам так важно выполнять все рекомендации доктора, почему нам так важно достигать целевых показателей сахара, давления, холестерина. Сегодня будем разговаривать про поражение глаз, почек и также ног, атеросклероз, артерий, артериальную гипертонию и про гипогликемию. Начнём с наших глаз. То есть у нас гипотическая ретинопатия это поражение нашего глазного дна. При длительном повышенном сахаре крови сосуды наши становятся более ломкими и менее эластичными. И постепенно нарастают эти мелкие сосудики, микрососуды, в которых появляются мешочные, если вы посмотрите, выпячивания, микроаневризмы, которые могут давать нам кровоизлияние. И самое главное, что когда у нас происходит это поражение сосудов, особенно когда вот эти микрокровоизлияния, зрение наше не страдает. Вот ещё чем страшно. То есть никаких проявлений именно этого нет. Пока это всё на микроуровне, то есть у нас никаких проявлений в глазах тоже не бывает, но как только у нас происходит нарастание вот этих микрососудов и при дальнейшем течении прогрессирования всего этого, появляется уже всё большее кровоизлияние на глазное дно, а пациенты могут иногда говорить о том, что у меня там мушки перед глазами, облачка, которые со временем у нас проходят. Ну тоже вроде бы как бы зачем бежать, всё же прошло, всё хорошо. В этом-то тоже у нас и таится такая опасность охранного диабета. Пока у нас не наступает что-то более страшное, которое поменять и изменить нельзя. Вот, и также, то есть у нас уже прогрессирование идёт, становятся более сильные кровоизлияния на глазное дно. И что у нас случится, что самое неприятное, да? Это кровоизлияние на глазное дно уже из более крупных сосудов. То есть когда происходят у нас очень маленькие кровоизлияния, они рассасываются самостоятельно, они требуют какого-то особого лечения и особой какой-то там диагностики. Ну вот так вот. Вот. Но когда в случае крупного кровоизлияния, тоже написано в полость глаза, это такое красивое тоже название гемофтальм, потеря зрения происходит внезапно и может стать полной. Поэтому основной опасностью диабетической ретинопатии является, что даже на далеко зашедших стадиях ретинопатии нет никаких нарушений зрения. Поэтому мы, что же мы должны делать, чтобы этого не случилось, чтобы мы не потеряли наше зрение, чтобы не прогрессировали у нас заболевания. То есть мы должны именно соблюдать, уходить в целевые показатели сахара крови, которые устанавливаются индивидуально каждому пациенту, эндокринологам. Мы должны придерживаться в целевых показателях нашего артериального давления. У нас должен быть нормальный вес, мы должны курить, у нас должен быть хороший холестерин. И самый минимум, который мы должны проводить, все больные с сахарным диабетом, должны минимум раз в год посещать офтальмолога. Но в каждой ситуации все очень индивидуально, и то есть при каждой ситуации офтальмолог уже устанавливает количество визитов к нему. Поэтому за глазами нужно очень серьезно следить раз в год минимум. Второй орган, который у нас страдает, это наши почки. Почки – это парный орган, который у нас очищает кровь и выполняет посредством функции мочеобразования, регуляции химического гомеостаза. И если мы посмотрим на картинку, вот такой красивый клубочек, то есть клубочек является основным фильтрующим элементом почки. И он состоит из капилляров, которые расположены в почном полюсе. То есть при длительной, так же, все то же самое, что и в глазах. При длительной декомпенсации сахарного диабета, при длительных повышенных сахарах у нас происходит поражение почек, микро вот этих сосудных капилляров, бочках. То есть в норме у нас наши полезные, так скажем, вещества в виде белка, старшего строительного материала в организме, белок в моче не появляется. Но при длительной декомпенсации поражения этих микрососудов происходит у нас выход белка именно с мочой. То есть вначале это мелкие белковые фракции, это микроальбумины. И мы их можем даже в начале именно появления осложнения выявить посредством специального исследования выявления на микроальбумины. Но так же, как мы говорили про мифы сахарного диабета, что 80% лежит все-таки на самом пациенте, вы можете проверить микроальбумины мочи и дома самостоятельно посредством специальных тест-полосок, то есть которые продаются в аптеке. И самое тоже так же страшное, что и в глазах, что никаких проявлений именно клинических не происходит. То есть ничего не беспокоит пациент. Ну что же все-таки происходит в почке? Когда у нас происходит повышение, то есть длительная также 5-декомпенсация сахарного диабета, то есть в этом клубочке происходит ишемия, которая способствует повышению артериального давления. Артериальное давление в свою очередь еще больше усугубляет поражение нефропатии. Ну и что со временем приводит? Прогрессирование повреждения клубочков приводит к нефросклерозу, то есть поражению вот этих клубочков, которых достаточно многое количество у нас в почках находится. И в результате чего происходит повышение уже на этом этапе в крови креотинином, очевидно, уже на более поздних стадиях калия. Также происходит нарушение жирового обмена, фосфорно-кальциевого и совсем на поздних стадиях может развиться даже анемия. И важно, вот то, что я говорила, никаких клинических проявлений не происходит. Это не болит, это не видно на УЗИ. Это можно выявить только посредством выявления белка в моче и снижения скорости клубочковой фильтрации. Косвенные признаки при этом только на поздних стадиях, то есть когда уже совсем все не очень хорошо складывается с нашими почками. Это повышение артериального давления, которое плохо поддается лекарственной терапии. Это повышение отеки верхних и нижних конечностей и лица, и слабость. Но достаточно такие симптомы, которые нельзя сказать, что это 100% все у вас, дептическая нефропатия, нужно срочно бежать к врачу, как и во всех осложнениях сахарного диабета. Поэтому диагностика нефропатии основывается именно на определении альбумина на моче, белок в суточной моче, креатинин, калий, мочевина. И мы на приемах сами вам рассчитываем скорость клубочковой фильтрации. Это делают все доктора. Все то же самое, что и с ретинопатии. То есть должен быть хороший сахар, нормализация сахара, артериального давления, нормализация липидного спектра, это ваш холестерин, коррекция анемии и коррекция электролитных нарушений, если таковые имеются. Но это уже на более поздних стадиях уже нашей нефропатии. Вот с ногами очень даже интересно. То есть у нас есть два осложнения сахарного диабета именно на ногах. Первое – это и самое частое, кстати, осложнение сахарного диабета второго типа – диабетическая полинеэропатия. Что же это? Ну, то есть в основном это анемение, то есть мы очень часто спрашиваем, анемение в нижних пальчиках нижних конечностей. Да, там боли, мурашки, жжение и покалывание, мерзнутни. Это все полинеэропатия наше. Самое главное, что при диабете – это симметричное поражение, что свойственно сахарному диабету. То есть сахар не может повреждать одну ногу больше, чем другую. И в основном жалобы предъявляют пациенты, говорят, что это в состоянии покоя. То есть беспокоить – не могу ноги уложить, не могу спать. И самое страшное, что при полинеэропатии – это снижение чувствительности. Почему при… Самое страшное, потому что это повышает риск травматизации. Это порезы, проколы, потертость от неправильной обуви, потому что пациенты просто не чувствуют этого, из-за того, что у них снижена чувствительность. Напомню, что чувствительность бывает не только болевая, но у нас еще и температурная чувствительность, вибрационная и так далее. И могут они повреждать даже при обработке стоп, когда убирают мотоптыши, мозоли и так далее. Они просто не чувствуют, что уже стирают кожу. Поэтому с этим нужно тоже быть очень осторожно, но мы дальше по этому поводу поговорим. Почему еще у нас происходит поражение? То есть когда у нас происходит нарушение питающей функции нерва, плюс мы очень часто ходим в неправильной обуви, то есть у нас есть деформация какая-то стопы, вальгусная, варусная и так далее. Плюс это лишняя масса тела у больных с сахарным диабетом 2 типа. И происходит неправильное распределение именно нагрузки на стопу. И это ведет к еще больше травматизации тканей и появлению в местах ясной наиболее нагрузки. Вот тут атеросклероз сосудов нижних конечностей. В чем суть? Что да, атеросклероз сосудов нижних конечностей бывает не только у сахарного диабета 2 типа, это бывает у всех людей, но у больных с сахарным диабетом риски именно получить атеросклероз сосудов нижних конечностей в 40 раз выше. Поэтому именно вот здесь такое двоякое. Поэтому атеросклероз нижних конечностей, мы знаем, что заболевание связано с образованием атеросклеротических бляшек в артериях таза и нижних конечностей. И это приводит к сужению просвета артерий вплоть до полного закрытия, когда у нас происходит нарушение питания тканей. Когда это серьезно выражено, то есть у наших пациентов могут жаловаться на то, что у них есть какие-то распирающие боли в икроножных мышцах или, например, слабость в икроножных мышцах, вплоть до того, что нужно остановиться и постоять, чтобы эта боль прошла, перемежающая хроматен. То есть один из признаков такого атеросклероза сосудов нижних конечностей. И вот сочетание именно полинейропатии, то есть снижение чувствительности атеросклероза нижних конечностей, в совокупности могут привести к такому печальному исходу, как синдром диабетической стопы. То есть мы посмотрим даже на картинку. То есть у нас в местах интенсивного механического воздействия на кожу стопы максимального приложенного веса на подошве, на поверхности, может быть, межпальцевых промежутках чаще всего. То есть сначала у нас образуется такой гиперкератоз, ничего как бы не превращает беды. Амазоленности может быть, которые затем под воздействием еще большего механического воздействия появляются уже и покраснение, которые имеют овальную форму или круглую форму и которые могут дойти у нас уже и до остеомиелита, то есть до костей, до гангрены, которые, конечно же, заканчиваются у нас ампутациями. Еще одна у нас такая патология именно со стопами, и в некоторой литературе ее приравниваются к синдрому диабетической стопы, это диабетическая остеоортропатия. Это стопа-шарко или сустав-шарко. Он проявляется, внешне напоминает либо такую кубическую форму стопы, либо форму качалки. Вот если посмотрите, то есть такая стопа неровная становится. Ну или в некоторых литературах там прям настолько стопа раздута, что напоминает как мешок с костями. Ну как бы грубо это ни свечало, это просто описание, ничего в этом нет. Да, и оно проявляется остеопорозом, плоскостопием, повышением, повышением подвывихом, дислокацией, костной резорбцией, фрагментацией, патологической подвижностью сустава, спонтанной внутрисуставной переломами. То есть стопа подвержена именно переломам подвывихом. Ну, в общем. Какая же у нас профилактика поражения ног при сахарном диабете? Ничего нового, все то же самое, что и при ретинопатии и нефропатии. Это поддержание целевых значений показателей крови и сахара, нормализация липидного спектра, поддержание нормального артериального давления целевых значений, отказ от курения, нормализация массы тела, адекватные физические нагрузки и соблюдение правил ухода за ногами. Что же у нас входит в правила ухода за ногами? Нам нельзя пользоваться какими-то острыми предметами при уходе стопы. То есть ножницами, лезвием к ногам не прикасаемся. Даже минимальные какие-то повреждения могут привести к тяжелым очень последствиям. То есть если у вас есть какие-то натоптыши или мозоли, то есть мы потихоньку распариваем ноги и убираем все это пемзы. Либо исходим в кабинет диетической стопы, где это все профессиональное дело убирают. Нельзя согревать ноги с помощью электрогрелок, батареи и так далее. Вспоминаем, что при поле нейропатии у нас происходит нарушение чувствительности, в том числе и температурная нога. Многи могут просто не почувствовать уже ожога. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Нежелательно ходить босиком на улице. То же самое нарушение чувствительности. Можете не почувствовать, как наступите на острый камушек, гвоздик и так далее. И при ножных ваннах обязательно проверяем температуру либо градусником, либо рукой. Ноги тоже температуру могут не почувствовать. И вода должна быть обязательно не больше 40 градусов. То есть комфортной температуры. Необходимо отказаться от неудобной обуви. Все то же самое. Вы просто можете не почувствовать, что вы натираете себе ноги. Не использовать от мозолей специальные жидкости, пластыри, носки и так далее. Ну тут тоже понятно, химические ожоги. Даже при незначительном повреждении с ног, стоп обязательно показаться врачом. Суть какая, что помимо чувствительности, тактильной, температурной, вибрационной, болевой синдром тоже снижен. Вы просто можете недооценивать свою проблему. Что же у нас про артериальная гипертония и сахарный диабет? Ну, артериальная гипертония усугубляет все сосудистые поражения. То есть мы с вами проговаривали это именно при диабетической нефропатии. То же самое касается гипетической ретинопатии, поражения глаз. Поэтому здесь, правда, очень важно соблюдать рекомендации ваших терапевтов, кардиологов, достижения целевых показателей, потому что это может привести достаточно к фатальным осложнениям, такие как потеря зрения, поражение почек вплоть до диализа, гангрены, инфаркты миокарда и ОНМК – это инсульты. Поэтому лечение гипертонии должно носить постоянный характер. Достаточно часто на своих приемах я слышу такую фразу «Я не пила таблетку, потому что давление было хорошее». Такого быть не должно. Если терапия настаточена на постоянной основе, препарат должен питься на постоянной основе ежедневно. Ещё одно осложнение, но это больше осложнение не сахарного диабета, а это осложнение самого лечения сахарного диабета – это гипогликемия. Просто так гипогликемия у нас не происходит. То есть что такое гипогликемия? Это снижение сахара крови ниже чем 3,3 ммл на литр. Какие же могут быть проявления? Это чувство голода, потливость, беспокойство, дрожь в теле, сердцебиение, тошнота. Какие могут быть причины? То есть это изначально передозировка сахара, снижающий препаратов. Недостаточное в сравнении с обычным углеводное питание. Избыточное в сравнении с обычным физическая нагрузка. То есть физическая нагрузка тоже снижает нам сахар. Мы должны это помнить. И употребление алкоголя, в основном высокоградусного какого-то алкоголя, в большом количестве, да, могут вызвать гипогликемию. Еще по поводу передозировки сахароснижающих препаратов. И периодически у пациентов своих прошу контролировать свои сахара в ночное время. Потому что после того, как случилась гипогликемия, вы во время сна могли это не почувствовать. Организм сам среагировал на это. А утром вы видите сахар намного выше целевых своих показателей. Это может быть именно вследствие гипогликемии ночных. То есть в основном мы спим, мы не просыпаемся на гипогликемии. Второй тип диабета в основном этим страдает. Вы приходите, показываете нам свой дневничок. Мы видим, что у вас очень высокие сахара на тыщак. Наращиваем вам еще больше, да, ваших препаратов, таблеток. И еще больше вызываем вам гипогликемию. И тем самым происходит большее повышение сахара утром на тыщак. Поэтому периодически нужно контролировать свой сахар именно в ночное время, в 3 часа ночи, чтобы исключить ночные гипогликемии. Какая же у нас помощь при гипогликемии? Самое важное – это именно проконтролировать свой сахар, если в этом есть возможность. Потому что такие признаки могут быть и без гипогликемии, просто вы голодны, а сахар у вас при этом нормальный. Такое бывает достаточно часто. Но если все-таки вы зарегистрировали гипогликемию, ну, либо у вас нет возможности сейчас измерить свой сахар где-то в городе, на работе или еще что-то, то мы в любом случае предпринимаем какие-то действия. А правило основное – 4-5 кусочков сахара или сока, или другого сладкого напитка выпиваем. То, что нам очень быстро поднимет сахар здесь и сейчас. И важность. Самое главное, что мы при гипогликемии не используем мед, конфеты, пряники и сушки. Тут то же самое, как и с сахаром. То есть если где-то в городе, то, конечно, и у вас есть такой приступ, то уж, конечно, лучше съесть конфетку, чем не съесть ничего, да, там искать, бегать сок, которого у вас с собой нет. И третий пункт, очень важный – это проанализировать, а причина какая гипогликемия. То есть то, что мы с вами говорили, можем вернуться, да. Либо я мало покушала, либо я много позанималась каким-то там спортом, либо там какая-то физическая нагрузка была домашняя, выраженная. И что я должна перед этим сделать? То есть в следующий раз, когда вы там планируете такую там глобальную уборку, либо такую тренировку, иногда нам нужно, конечно, перекусить перед этим, чтобы гипогликемия больше не случалась. Либо проконсультироваться, понятное дело, с своим доктором и скорректировать терапию. Ну и самое главное, сегодня день борьбы с сахарным диабетом. Здесь такие немножко интересные исторические факты, а почему именно 14 ноября? Вообще переломным годом у нас стал 21 год, когда у нас ученый Фредерик Бантинг и студент его медик Чарльз Бест выделили первый инсулин из поджелудочной железы собаки. В январе уже 22 года они применили инсулин 14-летнему подростку с далеко зашедшей уже стадией диабета и тем самым спасли ему жизнь. Потому что раньше, до этих годов, сахарный диабет считался уже смертельным диагнозом, пациенты голодали, морили себя голодом, но, к сожалению, они долго у нас не проживали. И в 22-м году всё-таки у нас прорыв был в истории нашей диабетической. И в честь дня рождения Фредерика Банкинда 14 ноября назначен был день борьбы с сахарным диабетом. И мне очень хочется, то есть на фотографии представлены наши ученые, в этой борьбе вы не одиноки. И давайте всё-таки подведём итоги всей лекции, что не сам сахарный диабет опасен, а как длительное, стойкое повышение сахара в совокупности с повышенным давлением и холестерином. Помним всё это. Что риски повышает у нас ожирение, курение, повышенный холестерин, давление на фоне сахарного диабета. И основная цель сахарного диабета – это поддержание целевых показателей сахара крови, которые устанавливаются, ещё раз повторю, индивидуально. И самоконтроль. Мы про самоконтроль помним, что это очень важно. Это важен именно в компенсации сахарного диабета. Самоконтроль очень важен. Большое спасибо за то, что слушали, и жду Ваши вопросы. В первую очередь, к какому врачу в районной поликлинике можно обратиться при повреждении кожи на ногах? В первую очередь, к хирургу. Добрый вечер. Принимая синжарди, можно ли заменить на менее дорогой препарат? Очень индивидуально, но можно поговорить с Вашим лечащим доктором, потому что есть в льготах у нас препараты-одноклассники Джардинс, которые входят в синжарди. Не слышала раньше о тестах полос, как на определении микроальбуминов в моче. Ничего подробного рассказать. То есть они просто продаются в аптеке, и периодически делайте, ну как периодически, раз в полгода Вы можете проводить этот тест дома самостоятельно. Как снизить вес при сахарном диабете второго типа и гипотиреозе? Во-первых, вывести в компенсацию гипотиреоз и сахарный диабет при соблюдении диеты на фоне сахарного диабета. Это, я уверена, это такая лакмусовая бумажка у нас, именно диет на фоне сахарного диабета, снижение массы тела. Если Вы будете честно к себе и к доктору именно ее придерживаться, вес тоже пойдет вниз. Ну и физическая нагрузка ее никто не отменял. Как мы в лекции уже говорили, адекватная физическая нагрузка, она должна быть. То есть чем больше Вы занимаетесь физическая нагрузка, тем лучше у Вас сахар, тем меньше Ваш вес. Если после операции поднялся сахар до 11, это не диабет? Ну, я бы рекомендовала все-таки дождаться более спокойного, когда Вы восстановитесь после операции, и пересдать сахар крови, но не на фоне диеты. То есть у нас грешат этим врачи, которые говорят, у Вас поднялся сахар, поддержите диету и пересдайте. Нет на обычном Вашем питании, пересдайте сахар. Если он будет повышенным, обратитесь к эндокринологу. Ваше мнение о российском глюкометре сателлит. Угу. Так, секундочку. Сейчас в Екатеринбурге выдают бесплатный тест-полоски только к сателлиту. В мире параллельно им и Акучек Актив. Сателлит показа примерно на 20-30% меньше. Для сахарного диабета второго типа в целом сателлит-экспресс неплохой глюкометр. Да, погрешности есть. То есть если Вы даже возьмете из одной капли одной марки глюкометром, цифры могут разниться до 2 мм. То есть это позволительно по погрешностям, поэтому ничего страшного. Лучше измерять им, чем измерять ничем. Добрый вечер. Как избежать ночную гипогликемию? Смотря на чем Вы. То есть Вы либо на инсулинотерапии, либо на таблетированной форме. Если Вы на таблетках, просто проконтролируйте пару раз свой сахар именно вечером перед сном, в 3 часа ночи и утром на тыщак. То есть если у Вас нет гипогликемии, оно это не покажет. И как избежать, если это все-таки у нас инсулинотерапия происходит. То есть то же самое все контролируемо. Если гипогликемия наступает, Вы это видите, нужно обратиться к доктору своему лечиму для коррекции Вашей терапии. Как часто измерять сахар при введении дневника? Тоже все очень неэдуально, смотря какую терапию Вы получаете. То есть пациентам, которые просто на одной таблетке метформин находятся, достаточно такой дебют заболевания, я рекомендую до 4 раз в неделю измерять в разное время суток и натощак и после еды при достижении целевых показаний. Если это инсулинотерапия, то там до 4-6 раз в сутки. Поэтому поговорите об этом своим лечащим доктором. Добрый вечер. Гликированный гемоглогин частенько за 6 при нормальной глюкозе, при диабет, как состояние обозначается при этом. В диагностике именно второго типа диабета гликированный гемоглогин я не очень люблю. Люблю гликированный гемоглогин, как смотреть, как компенсация сахарного диабета. Я бы вам порекомендовала все-таки сделать тест толерантности глюкозе, он более показателен. Как только сажусь на диет, начинает расти вес, сахар и давление. Перехожу на употребление белков, растет мочевая кислота. Как быть? Не знаю, как садитесь на диет, начинает расти вес. Не могу сказать. Это нужно разбираться с вашим питанием. Интересно. Когда ночью после приема таблеток измерять сахар? Вы имеете в виду, именно чтобы исключить гипогликемию или просто перед сном? То есть, если вы принимаете таблетки, то есть, именно вечернее измерение сахара с приемом таблеток никак не связано. Оно связано больше с приемом пищи. Должно пройти больше двух часов от последнего приема пищи. При преддиабете как измерять сахар? Интересный вопрос. Никаких именно точных алгоритмов, как часто измерять нужно сахар при преддиабете нет. Обычно пациентам самим говорю, что раз в неделю померите свой сахар натощакой через 2 часа после еды. В целом, это будет предостаточно, чтобы понять, когда вы уходите уже в диабет. Все же насчет тест-полосок альбумина забила в аптечном поиске. Тест-полоски находятся лишь в тест-полоске к глюкометрам. Нет, они есть. Именно на микроальбумину РИУ. Не во всех, конечно, аптеках, но в городе 100% у нас, в Екатеринбурге они есть. Инсулин 41, преддиабет? Нет. Диабет – это гипергликемия, это повышение сахара. Инсулин роли здесь никакой не играет. И инсулин мы в целом не учитываем при постановке сахарного диабета. То есть, смотрите, первое, что... Так, по тест-полоскам. Они так и называются. Тест-полоски на определение микроальбумину РИУ моче. Так, мы уже про инсулин. Добрый вечер. Повышение показателей инсулина 41 является преддиабетом. Мы это уже обсудили, что нет. Если у вас какие-то еще вопросы... Добрый вечер. Что вы расскажете про препарат Оли Джим? Ничего не расскажу. Это не оригинальный препарат при лечении сахарного диабета. БАДы помогают при сахарном диабете? Нет, не помогают. БАДы – это вообще не доказательная медицина. Там не проверяется, что находится внутри препаратов. Давайте еще какой-нибудь один вопрос, и мы будем заканчивать. ПИРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ Правильно проходит именно с глюкозой. Просто покушать – нет. Мы не можем определить, сколько именно глюкозы вы употреблили, так скажем. Поэтому очень важно проводить глюкозотолерантный тест правильно. Что значит, как дружить с сахаром? Не уточните вопрос. Сколько есть сахара не при диабете? Очень обширный вопрос. Или вы хотите сказать, как мы должны перестать кушать сладости? Ну, не знаю. Это достаточно долгий разговор и уже не в рамках нашей лекции. Можно ли темный шоколад при сахарном диабете второго типа? Можно, но свыше 70% настоящий черный шоколад. Разрешаю по одной дольке за прием пищи. Я думаю, что мы можем закончить. В целом, очень интересный вопрос. Спасибо за каждый вопрос. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Еще раз, в этой борьбе вы не одиноки. Мы всегда готовы помочь вам и ответить на все ваши вопросы. Самое главное, чтобы вы тоже интересовались своим здоровьем.